Доброго времени суток, дорогие друзья! Природа уже, растения все уже чувствуют приближение весны. Вот уже подснежники почти распустились. И вон еще, и там еще маргариточки уже скоро распустятся. Хорошо перезимовали в оригатной юке. Вот одна, сейчас покажу вторую. И вот она вторая. И тут тоже подснежники зацветают. И там целая полянка. Скоро будет настоящая весна. Ну, подснежники. И там подснежники. Уже и рыбки чувствуют приближение весны. Стали более подвижные. Просят корма. Сейчас я их покормлю. Продолжение следует... Продолжение следует... На азалии уже видно цветочные почечки, все уже просыпается, морозники начинают расти. Даже на древовидном пионе уже такие почки. А это уже крокусы вылезали. Все хочет цвести уже. Такие почки уже набухли на гортензии плетущейся. Все уже чувствует весну. Мои помощники. Скоро уже нужно будет чистить клумбы. Начинает идти дождик. Все перезимовало хорошо. Плющики все живые. Сегодня 13 февраля и я решила сделать небольшой обзор своего зимнего сада. Вот начинает цвести помыла Валентина. Но то, что я вам сейчас хочу показать, это просто супер. У меня зацвела моя пассифлорка квадранкулярис. Вот такая красоточка. Только распустилась. Вчера еще был закрыт бутончик. А сегодня вот она, моя красотка. Конечно, в теплице холодно. Скорее всего, что плодик не завяжется в этот раз. Но она настолько красивая, что просто невозможно ее не снять. Там вон сверху еще бутончики формируются. Надеюсь, они будут цвести. И вот здесь тоже. Вот. Моя красотка. Вот такая. Ну, просто нереально красивая. Как будто это космический цветок. Она еще не совсем раскрылась. Еще полураспущенная. Ну, вот такая вот красоточка. Конечно, из-за того, что здесь холодно, пыльники не раскрылись. Пыльники не раскрылись. Но ничего. Я подожду следующего цветения. И тогда обязательно опылю. Вот такая моя красотка. Здесь укореняется инжир далманский. Даже вот есть бребочка одна. Весной будут на продажу. Здесь зацветает голд наггет. Он там распустился первый цветочек. И он весь в цветочках. Так что, будем ждать первого урожая. На пассифлоре идулись. Продолжает окрашиваться плодик. Он уже вот такой. Два предыдущих плодика вот опали. И они уже поспели. Жду, когда этот уже отпадет. И можно будет кушать тогда. Проводить дегустацию. Здесь на подоконнике уже вовсю цветут балеринки. Ждут своего времени, чтобы я их высадила на улицу. Ну, надеюсь, что уже скоро будет тепло. И они переедут на свое постоянное место жительства. Пока они стоят на подоконнике. И радуют меня своим цветением. Вот еще одна радость. Распускается камелия Валентье. Причем распускается сразу три бутона. Вот один. Это самый большой распустился. Вот это второй распускается. Тоже уже такой приличный. И вот он, третий. И еще вот такие вот уже бутончики. Уже скоро тоже начнут распускаться. Так что моя красавица просто будет необыкновенная. Когда распустятся и бутончики. Вот такая она, нереально красивая. С белой каемочкой. Очень красивая камелия. Вот такая. Ну, а рядом с ней цветет вот такая прелестная азалия. Тоже необыкновенно красивая. Сама она кораллового цвета. И краешки у нее более светлые. Очень интересная тоже азалия. Они не белые, а просто не такие сильно окрашенные, как внутри. Тоже очень красивая азалия. Вот такая. Они очень похожи между собой. Камелия и азалия. На Даланеге есть тоже еще бутончики. Скоро, надеюсь, распустится моя варигатная камелия. Вот здесь уже тоже бутончик уже лопнул. Скоро уже начнет распускаться. Еще там несколько штук есть на ней. Фестиваль отпала. Последний отпал цветочек. Но вот тут еще есть один бутончик. Может быть, он тоже еще распустится. Хотя она уже вот трогается в рост. Просыпается. Это новинка. Перл Максвелл. Вот здесь уже тоже начинает распускаться цветочек один. И вот тут еще тоже. Так что надеюсь еще увидеть цветение. Крамер Сопреме отпали тоже большие те цветки. Но тут еще есть бутончики. Один он уже скоро распустится. Тут вот второй. И еще там есть вот сверху один. И с другой стороны там есть. Так что еще цветение. Должает цвести Евгения Демонтиджа. Вот уже этот цветочек вот такой большой. Тут вот тоже распускаться начали бутончики. И вот с этой стороны еще два распускаются. Скоро тоже будет красота. Вот такая красивая девочка зацветает. Вот здесь продолжает цвести моя красавица Азалия. Она необыкновенно красивая. Причем с нее не опадают цветы. Вот она все больше и больше становится размер цветков. Уже вот какие цветочки. Просто огромные. Очень красивая. Очень нежная. Необыкновенная. Вся в цветочках. Рядом продолжает свистеть Анжела Кочи. Вот такие. Оп. Отпал один бутончик. Вот еще. Вот еще. И тут. Вот. Она еще вся в бутонах и цветочках. Вот такая тоже красивая камелия. Посмотрим, какое будет у нее в следующем году цветение. Это ее первое цветение. Вот столько на ней цветочков. Еще я поставила себе одну маленькую тоже Анжела Кочи. Может быть она будет в другой расцветке. Она уже пошла в рост хорошо. А вот эта. Вообще она должна быть такой. Но почему-то цветочки немножечко другие. Ну, надеюсь, что на следующий год, может быть, она зацветет по своему сорту. Будет видно уже. Здесь вот еще я ожидаю цветение. Это Вэллер. Надеюсь, один хотя бы бутончик распустится. Второй вот что-то стал коричневый такой. Но он пока хорошо держится на веточке. Пока не опадает. Но, может быть, все-таки зацветет один из бутончиков. Она тоже уже пошла в рост. Это тоже куплено в этом году. Но посмотрим. Если нет, то пускай растет на следующий год уже увидим. И один бутончик пока держится на бняне. Вон там она у колокошка. И тоже она уже пошла в рост. Может быть, еще увижу ее цветение. Но очень бы хотелось посмотреть, как она цветет. Ну, если нет, так нет. Ничего страшного. На следующий год будет более пышная. Это вот стоит с бутончиками. Еще моя Black West Camellia, которую я выкладывала. Она была вся в цветах. Еще на ней остались бутончики. Еще будет цветение. Еще несколько штук, наверное, 6 или 7. Так что еще посмотрим на ее цветение. Трусы набирают цвет. Вот это сатсума миагава. На ней больше стало видно бутончиков. То не было видно. Сейчас уже и приросты пошли. И бутоны. Так что он тоже скоро будет цвести. Мандаринчик этот. Ну, а тут у нас это ОМО-8. Он весь усыпан в бутонах. И чем выше поднимаешься, тем больше бутонов на нем. И уже вот-вот они пораспускаются. Вот такой вот красотун. А вот уже и распустился первый бутончик. Он просто необыкновенный. Весь в бутонах. Это стоит тоже весь. Вот в таких гроздях бутонов. Это апельсин. Кара-кара. Вот у него есть завязи. Я уже вам их показывала. Они потихонечку подрастают. Вот целые грозди везде. Здесь вот тоже еще есть бутончики. Ой, бутончики. Подики маленькие. И вот тут еще и новые бутончики. Тоже весь. Он весь в бутонах. И внизу, и сверху. Каждая веточка с бутонами. Продолжает цвести. По одному цветочку распускает лимон павловский. Там вот еще внизу уже это нацвеол. Ну, а рядом это коммунный са. Сначала он болел долго, не приходил в себя. А сейчас вторая проблема у него появилась. Он пустил очень много приростиков и бутонов. Но на него напал, по-моему, мучнистый червец. И надо срочно его спасать. Вот как выглядит эта гадость. Сегодня я хочу поснимать плоды, которые у меня поспели. И быстренько обработать. Иначе это все перелезет на другие растения. И потом будет гораздо сложнее справиться с этой напастью. Тут продолжает тоже набирать бутончики. Это мапо или миниола. На следующий год посмотрим, какие будут плоды. В этом году было первое плодоношение. И сложно сказать, что это за растение. Потому что не было похоже ни на одно, ни на другое. Я пересадила свои все цимбидиумы. Все они себя чувствуют прекрасно. Прошло уже 4 дня. Ни один цветочек не упал. Пока все цветочки держатся. Тут бутончики продолжают расти. Так что, может быть, даже и без потерь пройдет эта пересадка и адаптация растений после пересадки. Надеюсь, что они еще порадуют меня цветением. И распустится и вот эта цветочная стрелочка. Пока они себя чувствуют хорошо. Этот цимбидиум я не пересаживала. Потому что на нем очень много цветочных стрелочек. И вот новая растет. И вот здесь еще. Не знаю, что это новый приростик. Или это тоже цветочная стрелочка. Ну, пока я не стала пересаживать. Пусть растет. Как отцветет, потом его тоже пересажу. Тут все пока хорошо себя чувствует. Все растет. Тут скоро уже распустятся цветочки на Вашингтон. Вашингтон Невелл. Там дальше еще один Вашингтон Невелл. Это моя мимоза. Я ее кардинально обрезала во время пересадки. Пузнеосенью. Ну, вот пока она растет. Пока бутончиков на ней нет. Это мандарин Энкор. Вот здесь на нем тоже появились первые бутончики. И вот практически на каждой веточке тоже. Так что буду ждать цветения. И может быть хотя бы один плодик останется. Так. Ну, тут тоже есть цветочки. Мандарин Хани. Там продолжает вспеть кумкват Маргарита. Она вся тоже сейчас в плодах. Вон они, плодики. Веточки наклоняются под тяжестью. И там, везде. А здесь продолжают набирать тоже цвет. Это мандариномо... Клементино Моу 8. Вот это первые плодики начали желтеть. Ну, еще ему спеть и спеть. И вот тут еще плоды. Тут продолжают расти это лаймики. Лайм Кват Таварес. Тоже веточка наклоняется под тяжестью плодиков. Ну, вот пока вот так. Здесь сегодня я срежу. Это лимоны Карубара. Тут уже пошли везде новые приросты. И бутончики есть, и приростики. Здесь вот Аркабалена. Надеюсь, что вот не фокусируется. Вот тут тоже новые приростики начинают расти. Слава Богу. Вот, как же сфокусировать. Вот. Здесь продолжают тоже наращивать бутончики. Это апельсин Валенсия. Вот, кстати, был последний ролик о том, как стимулировать рост боковых почек. Спящих почек. Вот я привязала веточку, привнула. И сразу же пошли в рост боковые почки. Вот это уже вообще вот какая. И даже там есть бутончик. Вот еще. И вот тут. И вот зарождаются почечки. И вот здесь тоже. И вот пошла новая. И вот. И вот здесь. Так что этот метод действенный. И вот тоже. И даже вот здесь. Вот. Так что я прищипнула кончик веточки. Это мандарин Мичуянец. И сразу проснулись спящие почечки. Здесь Фрадола зацвел первый цветочек. Он еще весь тоже стоит в бутонах. Вот такой красавчик. Так. А теперь хочу показать вам своего заморыша. Это мандарин Декапон. У него уже было одно плодоношение первое. Было два плодика на нем. Поспело. Потом осенью он от дождей очень сильно пострадал. Я думала, что он погибнет. Но все-таки мне удалось его спасти. И сейчас на нем есть вот бутончики. Я его пересадила в грунт. Слово обычный. Он нарастил корневую массу. Правда небольшую. Но вот смотрю, что ему понравилось. Это пересадочка. И начали на нем просыпаться почечки. Вот. Так что я думаю, что все с ним будет хорошо. Сделая сапота Казимира Эдулис. Тоже она продолжает растить свой маленький плодик. Может быть даже и попробуем. И вот там сверху уже начинают расти новые цветочные почки. Это тоже Карубара. Тоже сегодня я срежу эти плодики. У него тоже уже вот так наливаются цветочные почки. Скоро он зацветет. И вот тут. Это загара Бьянка. Тоже у него бутончики растут. И вот уже зацвел Лунарио. А здесь, не знаю, пошел в рост. Или может быть это тоже цветочные почки. Будет видно потом. Это Фейхоа. Много на разных веточках. На букле почечки. Я не знаю пока, что это. Он у меня только первый год. Вот еще я покупала у девочки. Это выращенный семечек. А это был куплен с питомника. Ну, посмотрим. Может быть даже и зацветет в этом году. Это Клементин Корсико. На нем тоже есть бутончики и приросты. Будем ждать тоже. Может быть хотя бы один завяжется плодик. Известный апельсин. Сейчас я его тоже сниму. Сегодня проведу дегустацию. Оп, он хорошо и сорвался. Надо будет срезать водоножку. Он тоже весь в бутонах. Там есть одна завязь уже. И много бутончиков на веточек с другой стороны. Весь в бутонах. Мандарин дичи кули. Тордио дичи кули. В новых приростиках. И бутончиках. А это зацветает у нас в свите. Вот такие огромные колокольчатые цветочки на нем. С таким большим пестиком. И вот какие цветочки по сравнению с ним. Это мандарин тордио дичи кули. Вот какие у мандарина тордио дичи кули цветочки. И вот какие у свити огромные. Вот это мандарин дичи кули. А это с этой стороны. Амол 8. Эти два плодика апельсина мора я тоже сегодня сниму. Так как буду обрабатывать все растения. Здесь тоже уже набирает цвет. Уже такие большие цветочные почки. Уже скоро бутончики. Уже скоро распустятся. Весь тоже в бутонах. Вот такой вот красавец. Это апельсинчик мора. И вот здесь новые приросты. И даже бутончики. Вот такие вот два апельсинчика. Третий я уже сорвала. Вернее он сам отпал. И еще был четвертый. Который был от первого цветения. Я уже вам показывала дегустацию его. Ну, здесь это неопознанный тоже цитрус. Который первый раз вот дал плод. Вот такой он уже большой. Уже поспел. И я даже не знаю, что мы с ним делать. То ли срывать его, то ли пусть он еще висит. Ну, наверное, пусть повисит. Пусть спеет. Чтобы до конца поспел. Чтобы понять, что это такое. То ли это какой-то грейп. То ли это апельсин. Ну, будет видно. А это бутончики. Еще на одном помыло. Это помыло роса. Розовое помыло. Тоже все в бутонах. Будем ждать цветения и плодоношения. Ну, а здесь еще одна сапота. Это желтая сапота. И она оставила два плодика. Было прясное цветение. Ну, вот завязались два плодика. И пока он их не сбрасывает. Ну, само растение маленькое еще. Ну, посмотрим. Может быть, она и выносит какой-то. А может быть, и скинет. Будет видно уже. Продолжают расти цветоносы у манго. Это манго Глен. Два цветоносика. И вот тут еще что-то. Не знаю. И вот тут тоже. Это манго Палмер. Вот тоже цветоносы. А тут апельсин тоже стоит весь в бутонах. Это апельсин сангвенелла муската. Тоже он весь в нол в приростиках. И в бутончиках. Это бергамот фантастика. Тоже после того, как я срезала у него плоды. И начал тоже интенсивно расти. Вот и новые приросты. И бутоны на нем. Так что вот тоже. И вот тут. Везде новые приростики. И бутоночки. И еще на нем есть плодики. Вот один есть маленький. И два уже такие поспевшие. Тоже я один хорошо поспел. Второй еще не очень. Но я оба тоже сегодня сниму. Так. Сейчас я их сниму. Вот один. И вот. Второй. Ох, аромат какой пошел вообще. И второй. Правда он немножечко недоспел. Но ничего. Вот такие два бодика. Тут тоже апельсин. Без названия. Который был заморошен тоже. Вот сейчас он тоже стоит весь в бутонах. Вот такой вот красавчик. Весь при ростеках. И там Вашингтон Невел. А тут после пересадки мои эустомы прошлогодние. Там даже уже есть путончики. Ну вот сейчас я сниму эти плоды тоже апельсина. Мора. Так, один. Сняла. Сейчас второй. Аромат пошел какой. Вот и второй. Тоже надо плодоножку срезать. И вот тут уже тоже новые приросты пошли. Вот опять-таки веточка. Из-за того, что были плоды на ней, она была пригнута. И вот пошли вверх. Проснулись спящие почки. И пошел рост боковых веточек. Это мой лимон Мэйр. Он так до сих пор и цветет, и болеет. Листья сбрасывает. Не знаю. Хочу я его пересаживать в грунт. Потому что что-то ему не пошел. Не пошла эта пересадка. Вот в этот большой строительный контейнер. Видимо, надо его пересадить в грунт. Потому что я боюсь, чтобы он не потерял все листья вообще и не пропал. Хотя на нем много еще цветов и завязи есть. Но как-то мне не особо нравится, как он себя ведет. Может быть, ему света здесь не хватает. Я не знаю. Но лучше я его высажу в грунт. Ну и вот пришло время и снять лайм. Я надеюсь, он уже поспел. Вот такой он уже большой тоже. И попробуем. Вот такой лаймик. Ну, приличный. Здесь тоже уже скоро начнут цвести бутончики. Они попрятались тут под листиками. Не сразу их увидишь. И надеюсь, что на следующий год будет уже больше плодов. Вот еще. Ну, вот карубары. Тоже я все сегодня сниму. Так, два. И вот третий. И вот эти два я тоже сейчас срежу. Так, как же мне так... Ладно, сейчас я их сорву, а потом плодоножки срежу. Не хотят. Вот так сейчас сделаем. Оп, один. И сейчас второй. Не хочется листик потерять. Оп, все. Вот такая тарелочка у нас сегодня получилась. Сейчас я разрежу. Взвешу сначала плоды. И потом разрежу. Сейчас мы взвесим. Вот этот апельсин. Это типа Вашингтон Невел. Пупочный апельсин. Сейчас мы его взвесим. 212 грамм. Сейчас я взвешу еще. Это апельсин Мору. Пупочный апельсин. Пупочный апельсин. Это Маракуйя. Это Маракуйя Эдулис. Лайм. Пупочный апельсин. Пупочный апельсин. Скорее всего Вашингтон Невел. И Маракуйя Эдулис. Вот такая красота. Аромат просто непередаваемый. все фрукты очень сочные такие красивые на разрезе это лимон карбара это лайм такой сочный это бергамот это апельсин моро 1 и 2 очень хорошо окрасились и мароккоечки выращивайте такие вкусные ароматные плоды подписывайтесь на мой канал ставьте лайки желаю всем прекрасного настроения и до новых встреч